Транспорт Верхневолжья расширяет зону деятельности. В 2021 году синие автобусы приедут в Кимры, Зубцов, Старицу, Ржев и их районы. В 2020-м в областной столице за минувший год предприятие перевезло более 50 миллионов пассажиров. Об итогах работы Верхневолжского АТП, о планах на год грядущий, а также как проехать в автобусе за 1% от стоимости в интервью нашему телеканалу рассказал заместитель министра транспорта Тверской области. 3 февраля на улицы города вышли синие автобусы транспорта Верхневолжья. Еще год назад трудно было себе представить, что общественный транспорт может быть таким – большим, комфортным, чистым и умным. Новые ЛИАЗы работают на автоматической коробке передачи, оснащены по последнему слову техники. Специально для пассажиров заработало даже мобильное приложение «Волга». Система оплаты, видеонаблюдение, исследование пассажиропотока и учет пассажиропотока – это, конечно, наше приложение. Может узнать стоимость проезда по этим маршрутам, где пересадку ему произвести. Очень важно, и это архивостребовано нашими пассажирами, когда пассажир видит, где реально подходит, где реально сейчас находится автобус. Ездить на новых автобусах можно по абонементам, а еще оформить карту школьника, чего в старой модели точно не было. Также перевозчик с 28 декабря до 28 февраля запустил акцию. Держатели карт-системы и мастер-карт будут возить всего за 1% от стоимости поездки. Транспорт Верхневолжья – это 471 синий автобус, который обслуживает 85 маршрутов, более 1000 рабочих мест. В областной столице синие автобусы перевезли уже более 50 миллионов пассажиров, из которых 8 – льготники, и принесли в общий бюджет более 200 миллионов рублей. А в 2021 году по плану транспорт Верхневолжья придет в Кимр, Зубцов, Старицу и Ржев. На линию выйдут 118 синих автобусов и будут совершать 971 рейс в сутки. Первый синий автобус уже вышел на Ржевские улицы. Он начал курсировать 1 ноября этого года от вокзала Ржев до мемориала советскому солдату. Мы запустили маршрут номер 455 – это Ржев, Ржев-мемориал. На данном маршруте курсируют низкопольные автобусы, оборудованные видеокамерами, системами валидаторов. Они также предназначены для маломобильных групп населения. Автобусы полностью брендированы так же, как в городе Твери, полностью наш логотип. А 12 декабря начал работу маршрут 555. Теперь доехать до Ржевского мемориала можно из Твери на комфортабельном автобусе вместительностью до 50 мест. Он делает 4 рейса в день. Из Твери в Оржев он выдвигается в 8.10 и в 15.10, а обратно в 11.50 и в 18.50 соответственно. Время в пути 2 часа 50 минут. Билет в один конец стоит 346 рублей. В 2021 году новая модель транспортных перевозок будет полностью внедрена в город. То, что синие автобусы нужны ржеветянам, и о них ждут, рассказал в интервью глава Ржева. В начале декабря подводя итоги первого месяца работы пока единственного автобуса транспорта в Верхневожье на ржевской земле. Мы уже можем сделать первые выводы. Мы видим, что ржеветянам этот автобус нравится. Ржеветяне еще помнят то время, когда еще можно сказать недавно, в 90-е годы, в Оржеве ездили в основном большие автобусы. Икарусы, автобусы ЛиАЗ. Конечно, сегодня мы слышим от жителей города Ржева пожелание возобновить и запустить на территории города Ржева большие автобусы. Сделать общественный транспорт комфортнее помогают и сами пассажиры, как рассказал заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов в интервью в программе «Тема дня». В колл-центр АТП на горячей линии 8 800 350 00 99 поступают обращения с самыми разными вопросами по работе автобусов, оплате, а также предложениями. Впереди у предприятия много работы. Полностью интервью Сергея Верхоглядова можно увидеть в программе «Тема дня» на сайте Тверской проспект.регион. Продолжение следует...